Господа угорают над похожестью названий городов Томск и Омск? Внезапно. Расскажу я вам сегодня про небольшую, но очень необычную игру. Little Orpheus. Она про советского космонавта, который отправился не с планеты, а внутрь нее. Разработали игру британцы, которые назвали себя китайская комната. Вот необычный интернационал, да? Ладно, не важно, что китайская комната явно используется не в прямом смысле, а там есть мысленный эксперимент определенный. Не важно. Так вот, к сути, Иван Иванович оказался на допросе у сурового генерала, поскольку пропал на три года после начала этой экспедиции и просрал ядерную капсулу того самого Орфея. Негоже честному гражданину Советского Союза терять народное добро. Ему дали шанс объясниться. Это у нас 1960 какой-то год. Язык у господина Привалова вообще без костей, и он как начал чушь прекрасную нести. Подземный мир Плутонии. Город порабощенных Менков. Какой-то неприятный эстонец. Небылица и барона Мюнгаузина практически. Похоже на бред сумасшедшего, да? На этом предположении и строится вся комедия. Генерал не очень верит, а Иван морозит не бог весь что. Да еще и с трехэтажным пафосом. Буквально всю игру, пока ты идешь слева направо, он что-то мелет. Нередко вплетая в рассказ истории про своих бесчисленных родственников. Которые тоже там какие-то совершенно дикие. Яйца воруют, еще что-то творят. Заполтать засранец явно хочет, а что-то скрывает скотина. Получается порой очень даже забавной ситуацией от того, что они перерекаются. При этом подготовительную работу разработчики явно выполнили. Колорит не заканчивается нарочито клюквенными акцентами, товарищами и постоянными угрозами расстрелять задачу ложных показаний. Господа угорают над похожестью названий городов Томск и Омск. Внезапно. Даже мне не сразу эта мысль пришла. О, Томск, Омск, слишком похоже. Вспоминают другие географические объекты и не раз. И выдают множество довольно осмысленных подробностей. То есть, явно, свою работу по изучению России и СССР и прочего сделали. Очень хорошо. Нет, генерал, нет, 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 я не херой. Я просто пилотераповый сын из Томск. Омск? Генерал? Омск, ты сказал Томск. Я сказал Омск. Ты сказал Томск. Генерал, я думаю, что я хорошо знаю о сфере моего рода. Может, все, что движение вокруг, как ребенок, вас не ошиблись. Взять хотя бы Плутонию, фантастический рассказ советского автора, который вряд ли на Западе хорошо знают, потому что и у нас давно забыли. 1920 какого-то года книжка. Кремлевские куранты тоже в наличии. То есть, колорит хороший, отработанный и прикольный. Человек, который живет в этой стране, да, знает все это примерно. Вылавливать эти детали, а что же они как-то. Очень прикольно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Под непрекращающиеся трех-двух персонажей куда только не заносит героя. Славно могло бы получиться приключение. Только уровень взаимодействий стыдный. Я люблю жанр «Мальчик идет слева направо». Незамысловатый, но можно создавать напряженные, красивые и захватывающие моменты. Инсайды, лимбы и очень много всяких прикольных клонов и так далее было. A Juggler's Tale поиграйте. Она тоже геймплейно плохая, но чисто с точки зрения истории гомерически смешная. То есть, начинается все очень просто, а потом хохот. И ничего из этого Little Arfeos предложить не может. Разве что симпатично иногда, но не так, чтобы дух захватывало. Не хватает и графона, арта даже. Его не хватает. Герой у нас умеет прыгать, неуклюже. Подкатываться, приседать и таскать большие предметы. Все это редко, но и дергать рычажки. Загадки из серии «Вижу объект, нажимаю, иду дальше». То есть, не загадка вовсе. Там даже на секунду нельзя задуматься. Просто не нужно. Платформинг просрать можно только по совсем уж глупой неосторожности. Тайминги для овощей. Особенных ситуаций кот наплакал. Геймдизайн просто умер. Сосредоточились на концепции. Да. Опять. Когда игра проходится за три с половиной часа, может и не страшно. Но когда приходится бежать в тишине, не совсем ясно становится, а как это должно развлекать. То есть, когда герои умолкают, сразу не хочется это видеть, слышать. Потому что нечего видеть и слышать. С другой стороны, где-то на второй половине выходишь в некий транс от болтовни героя постоянно. Начинается развиваться какая-никакая история, а не просто череда событий. И вроде втягиваешься. Но это мне было интересно, как еще представляется западным разработчикам СССР культура и может быть что-нибудь смешное там, отчебучит. Клюквы хочется угарной. И она там периодически появляется и спокойно становишься за происходящее. Но если бы этого не было, все какое-то слабовато. Понимаешь? Нужно ли было делать такую игру? Ну, наверное, нет. Но забавно, что она есть. Довольно редко западные авторы настолько тщательно вдохновляются нашей культурой. В данном случае, вероятно, слишком увлеклись исследованиями, когда нужно было потратить побольше времени на геймплей. Это, после всего, стихотворительный рассказ о нескольких тиранях. Это стихотворительный рассказ о нескольких идиосах. Но, пожалуйста, продолжайте. Редактор субтитров А.Семкин